Черноземья Обжита и обстроена. Здесь, в центре России, сейчас проживает людей 60 миллионов. Как же случилось, что десятилетиями уходили отсюда, от родной земли люди? И не стало неожиданностью, что страна увидела проблем, а в чем-то и трагедию, не Черноземья. И бросила огромные силы и средства, чтобы помочь этому удивительному, неповторимому краю. Наступает время, когда город поворачивается к деревне. Если это время уже не наступило, услышали мы от председателя колхоза Лапшиной. Сегодня мы собрались сюда с вами, чтобы решить давно наболевший вопрос продолжения строительства подростки восьмилетней школы. Вы прекрасно знаете, что старые здания находятся в очень плачевном состоянии, а точнее в аварийном состоянии. Школа-то как-то коваривает, значит, она бытовых кадров ведь не только для колхоза, но бытовых кадров и для ювелирного завода. И кто должен строить школы? Я не возражаюсь, школу строить, взять кредит на строительство школы. Но ведь взять такой кредит на 700 тысяч рублей, это положить по 7 тысяч на каждого работающего? А какое же участие будет принимать тогда ювелирный завод? Я считаю, что строить школу надо, будь то или колхоз строить будет, или завод, но школу надо строить. Я только удивляюсь тому, что объединение, значит, ваше головное, оно в красном строе, дом культура построила, значит, больницу построила, школу построила, пять живых домов построила, благоустроительным заниматься. А вы являетесь пятой частью, значит, ювелирного завода, там две тысячи работают, у вас 400, пятая часть. Так тогда пятую часть и должны они вам выделить этих средств? Почему колхоз должен, ну ладно, я не возражаю, надо школу строить, надо. Но почему мы должны и благоустройством территории заниматься? Пятую часть того, что завод, значит, головное предприятие расходует там у себя, оно какое-то внимание должно уделять сюда? Да, да. Вы же пятая часть от них? И главной задачей, ну не ставьте вывести кирпич, у нас будет строить подрядная организация, она достает лимиты на строительный материал, ее навозит, она сама, значит, Ну я понимаю, Дмитрий Павлович, как надо вот это все, вот именно вот в ближайшие дни уже вопрос решать. А толкать надо всем толкать, всем, надо всем-всем толкать, не только что вот сегодня и сейчас толкать, а и завтра толкать, и послезавтра толкать. И толкать до тех пор, пока, значит, мы ее не толкнем. Я только сомневаюсь, что если мы начнем устраивать школу по-настоящему строить, нам не хватит 100 тысяч. Поэтому надо сейчас еще искать 100 или 200 тысяч. Бригада есть, да, бригада? Если мы 100 тысяч будем строить, то... Конечно, завод не беспокоится, живя на чужой территории. Здесь то деньги делят, то ребят. Любопытная арифметика. Школьников заводских 70, колхозных 19, смешанных 24. Отсюда выходят будущие полеводы, механизаторы, животноводы. Растить колхозные кадры нужно здесь. На нашей колхозной зелье размещается ювелирный завод, в который подчиняется Министерству приборостроения. Их людей 1200 человек. От всего колхозников 156. Чтобы создать какие-то бытовые условия, я считаю, что мы как-то вместе должны создавать эти условия. Наше хозяйство, хотя имеет и большие прибыли, не в состоянии такой территории будем строить огни. И нам очень трудно настроить своих колхозников. И поэтому у нас вот есть именно такие противоречия. Конечно, здесь различия есть. Просто какой-то такой психологический барьер. Дожественными промыслами эти места славились Истари. Здесь занимались и рукоделием льняных полотен, и выделкой романовских общин. Но предпочтение почему-то было отдано ювелирному делу. Кустари, объединившись, вошли в колхоз. Позже, в 50-х годах, чтобы приостановить миграцию из деревень, в городе Красном на Волге построили ювелирный завод, головное предприятие, и его отделение в селе Подольск. Вот теперь здесь, на колхозных улицах, встречаются граждане села. И мастера, и художники, и рабочие, и колхозники. Проблема жилья у нас решена в хозяйстве. Но кроме жилья еще требуется и то, чтобы были социально-бытовые условия. Чтобы была столовая в хозяйстве. Была на прачечный комбинат. Ну, дом культуры у нас есть. Была отличная школа. Были подъездные отличные пути. И отличная дорога для того, чтобы проехать в наше хозяйство. Хозяйство наше работает высокоэффективно. За прошлый год рентабельность составила 112%. Но при том, как мы умеем работать, у нас есть один пробел. И он заключается в том, что в отрасле вставодства мы имеем убыток. А убыток мы имеем лишь только потому, что разводим мы овчино-шубную породу, романовскую. И кроме того, чтобы довести нам план по продаже овчин, нам доводят план по продаже шерсти. И ради одного килограмма шерсти мы должны овцу держать целый год. Поэтому каждый овца в нашем хозяйстве приносит убыток в 58 рублей. Что вы, дядя, кричите? Убыток не есть. На такую породу доводить план по шерсти, это равносильно того, что обложить лучшего человека, значит, волосами. Должен работать, значит, цех по производству овчин и пшитью полушубков, для того, чтобы избавиться от убыточности. Здесь всегда выкармливали ценнейшую породу романовских овец. Колхоз он круглый год, колхоз, зимой и летом. На председателе сходится все и все. Я как председатель колхоза, конечно, работаю очень много, и у меня не бывает того, чтобы начать рабочий день с 8, там, или с 9 часов утра, и кончики его с 5-6 часов вечера. Я председатель все 24 часа, и днем, и ночью. Утром рано начинает работать животноводы, затем подключаются механизаторы, вечером поздно работают животноводы, и круглый год так. Проблемы, проблемы, проблемы. Их осталось у нее, шутит Тамара Михайловна, 99 и тысячи мелочей. Коллектив колхоза «Подольский» награжден переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Советы министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Я считаю, что деревня притягивает все-таки к нам людей. Сейчас у нас стали стабильными кадры. Строительство жилья позволило нам укомплектовать все кадры. Постоянные, постоянные. На 100 тракторов у нас имеется 133 механизатора. Ноярки обеспечены подменой животноводы, овцеводы, пелятницы. И кроме того, еще можно сказать, что и конкурс объявляется на то, чтобы заменить какого-то животновода. И, конечно, не зря люди идут к нам и с завода, и с города. Только потому, что экономически в хозяйстве работать выгодно. Сейчас оплата человека дня составляет у нас 9 рублей 17 копеек. Это очень хорошо. 270 рублей в среднемесячный заработок. Это всех людей. Значит, и доярки, и полеводы, и животноводы, и механизаторы. 270 рублей получается в среднем на месяц. Это премии 200-250 рублей по итогам соцсоревнования. За ту награду, что нам вручили, ваша доля самая большая, Морозовы. Здоровья вам и успехов. Всей вашей большой семье. Большая сельская семья. Какое это богатство колхоза. Каждый дом биография. Анна Андреевна Рыбакова. После войны вернулся в деревню прямо из госпиталя ее муж. Уговаривал уйти на производство. Ну, я сказала, все равно буду я работать в колхозе. Я наголодалась в войну. И буду работать на своей семье. И так я не пошла. Потом у нас народились двое сыновей. Сыновей звали Вология, Вология и Коля. Муж пошел работать в производство. А я работала в колхозе. В колхозе работать было тяжело. Теперь заработки стали у нас хорошие. Зарабатываем хорошо. Я пенсионерка. Получаю пенсию 120 рублей. В том году я заработала почти 4 тысячи. Ребята живут у меня теперь самостоятельно. Мне уже 59 лет. Я с родным колхозом никогда не расстанусь. До того, что моих сил будет хватать, я буду работать в колхозе. Я люблю землю. Добрая зима по всем признакам обещала лету хороший урожай. Радио сообщило о смерти и ураганах в районе Нечерноземья. Здесь, на Волжских берегах и в соседних областях. Смерть прошел у нас задело очень много. Урожай был у нас выше всех. Такие хлеба стояли. Такой у нас был лен из всего района. У нас все положило. И положило до самой земли. Даже крысы сняло у домов. И хорошо, что больше лот у нас жертвы не было. Первый раз в жизни я такое страшное видела. На Волже такие были волны сильные. И над водой вода шла. Произошло совершенно непредвиденное. И снова проблема. Поломала матушка природа многие расчеты колхоза. Ориентируясь еще по зиме, радуясь весеннему заделу, Тамара Михайловна рассчитывала на доход, превышающий миллион рублей. Многое удалось спасти. Как деревню не запахивай, все равно она взойдет. Это строки поэтессы Ольги Фокина. Конечно, взойдет. Все, кто родился и вырос здесь, лен с детства знают. Слышит его звенящий шелест, когда он созревает. Лен — это настоящее и будущее богатство Нечерноземья. Вложил в лен рубль, получишь три. И это как минимум. Это прямой путь к наращиванию всей экономики колхозного хозяйства, да и к решению продовольственной программы в целом. Тем более, что недалеко то время, когда мы на льняном поле совсем избавимся от ручного труда. Моя сестра, 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 сестра. Сейчас к нам, хозяйства, постоянно идут письма. Люди изъявляют желание приехать в колхоз, на нашу землю работать. Письма идут с Урала, Сибири, с Камчатки, с Украины, с Магадана, с разных мест Советского Союза. Ну, земля наша, конечно, богатая. И места наши очень красивые. Но я часто задумываюсь над тем, что прежде чем пригласить их, принять у себя в хозяйстве, все-таки для них надо создать условия. На землях колхоза Подольский раскинулось шесть деревень. Чтобы укропнить хозяйство, из малых дальних деревень перебираются люди на центральную усадьбу колхоза. Это 36-й дом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok